Осип Мандельштам. Всех живущих прижизненный друг. Квинтэссенция судеб еврейства, а вместе с ним других, больших и малых европейских народов и социальных групп, звучат слова надежды Мандельштам. Как мы метались в 20 веке, зажатые между Гитлером и Сталином. «Долго ли еще нам ходить по гроба, как по грибы деревенская девка?» – вопрошал Осип Мандельштам в ноябре 30-го, накануне массовых гекатомб, принесенных диктаторскими режимами. Метались евреи, русские эмигранты, немецкие коммунисты, жители Словакии, Чехии, Польши, Эстонии, Латвии, Литвы, тысячи, миллионы. Какими детскими шалостями предстали тогда перипетии рыночного капитализма? Кредиты, клерки, адвокаты, конторы, банкротство. Домби и сын Когда пронзительнее свиста я слышу английский язык, я вижу Оливера Твиста над кипами конторских книг. У Чарльза Диккенса спросите, что было в Лондоне тогда, контора Домби в Старом Сити и Темзы «Желтая вода». Дожди и слезы, белокурый и нежный мальчик, домби сын, веселых клерков, каламбуры, не понимает он один. В конторе сломанные стулья, на шиллинге и пенсы счет, как пчелы, вылетев из улья, роятся цифры круглый год. А грязных адвокатов жало, работает в табачной мгле, и вот, как старое мочало, банкрот болтается в петле. На стороне врагов законы, ему ничем нельзя помочь, и клетчатые панталоны, рыдая, обнимает дочь. 1913. Оглядываясь на весь девятнадцатый век русской культуры, разбившийся, конченый, неповторимый, которого никто не смеет и не должен повторять, я хочу окликнуть столетие, как устойчивую погоду, и вижу в нем единство непомерной стужи, спаявшей десятилетия в один денек, в одну ночку, в глубокую зиму, где страшная государственность, как печь, пышущая льдом. И в этот зимний период русской истории, литература в целом и в общем представляется в ней, как нечто барственное, смущающее меня. С трепетом приподнимаю пленку вощеной бумаги над зимней шапкой писателя. В этом никто не повинен, и нечего здесь стыдиться. Нельзя зверю стыдиться пушной своей шкуры. Ночь его опушила, зима его одела, литература зверь, скорняк, ночь и зима. Осип Мандельштам. Шум в рим. Мы пережили такой кризис гуманизма 19 века, когда рухнули все его этические ценности, потому что они были обоснованы только нуждами и желаниями человека, или попросту его стремление к счастью. Зато 20 век продемонстрировал нам со школьной наглядностью и то, что зло обладает огромной силой самоуничтожения. В своем развитии оно неизбежно доходит до абсурда и самоубийства. К несчастью, мы еще не поняли, что зло, самоуничтожаясь, может уничтожить всякую жизнь на земле, и об этом не следовало бы забывать. Впрочем, сколько бы ни кричали люди об этих простых истинах, их услышат только те, кто сами не хотят зла. Ведь все уже было и кончалось, и начиналось снова. Но всегда с новой силой и с большим охватом. К счастью, я уже не увижу, что готовит нам будущее. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Петербургские строфы Николаю Гумилеву. Над желтизной правительственных зданий Кружилась долгомутная метель, И правовед опять садится в сани, Широким жестом запахнув шинель. Зимуют пароходы. На припеке зажглось кают из толстое стекло. Чудовищно, как броненосец в доке, Россия отдыхает тяжело. А над Невой посольство полумира, Адмиралтейство, солнце, тишина, И государство жёсткое парфира, Как лосиница грубая, бедна. Тяжка обуза северного сноба, А не дина старинная тоска. На площади сената вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка. Черпали воду ялики, И чайки морские посещали склад пеньки, Где, продавая сбитень или сайки, Лишь оперные бродят мужики. Летит в туман моторов вереница, Самолюбивый и скромный пешеход, Чудак Евгений бедность стыдится, Бензин вдыхает и судьбу клянёт. Январь 1913-1927 Естественно, исторической цепи событий Мало что предстаёт оправданным и законным. Не от недостатка исторического анализа, От недостатка права. Мне кажется, как всякое другое, Ты время незаконным. Осознавались две линии дум Об общей всем тюрьме. Как бежать из неё индивидуально? Ответ – самосознание. Как разрушить её социально? Ответ – революция всех условий жизни. Во мне подымался вопрос, В чём же пересекаются эти два пути, И есть ли в пересечении их третий? Но было нужно получить опыт того, Как и с прекрасным намерением садятся в лужу. Знать лужи надо. В лужу же садиться. Невкусно. Я сел, посидел, посидел и встал. Но пока я сидел, мне казалось, Что жизнь моя кончена. Кончен же был лишь малый отрезок Большой диалектики лет. Но на малом отрезке Уже нащупывалась огромность узнания. Всё становящееся вставшим. Труд. И в миг остановки я виделся трупом себе. Пережив свою смерть, понял, Гёте в его штрип и верде. Умри и будь. Андрей Белый. Начало века. И Шуберт на воде, И Моцарт в птичьем гаме, И Дёте свищущий на вьющейся тропе, И Гамлет, мысливший пугливыми шагами, Считали пульс толпы и верили толпе. Быть может, прежде губ уже родился шёпот, И в бездревесности кружились алисты, И те, кому мы посвящаем опыт, До опыта приобрели черты. Ноябрь 1933, Январь 1934. Андрей Белый. Болезненное и отрицательное явление В жизни русского языка Только потому, что он нещадно И бесцеремонно гоняет слово, Сообразуясь исключительно С темпераментом своего спекулятивного мышления. Захлёбываясь в изощрённом многословии, Он не может пожертвовать ни одним оттенком, Ни одним изломом своей капризной мысли И взрывает мосты, по которым ему лень перейти. В результате после мгновенного фейерверка Куча щебня, унылая картина разрушения, Вместо полноты жизни, Органической целости и деятельного равновесия. Осип Мандельштам о природе слова. Андрей Белый – вершина русской психологической прозы. Он воспарил с изумительной силой, Но только довершил крылатыми и разнообразными приёмами Топорную работу своих предшественников, Так называемых билетристов. Осип Мандельштам, литературная Москва, рождение фабул. Василиса Шкловская мне сказала, Что из всех людей, которых она знала, Наибольшее впечатление на неё произвёл Белый. Я понимаю её. Казалось, он весь пронизан светом. Таких светящихся людей я больше не встречала. Было ли это впечатление от его глаз Или от непрерывно бьющейся мысли, Сказать нельзя, Но он заряжал каждого, кто к нему приближался, Каким-то интеллектуальным электричеством. Его присутствие, его взгляд, его голос Оплодотворяли мышление, ускоряли пульсацию. У меня осталось впечатление бестелесности, Электрического заряда, Материализованной грозы, чудо. Это был уже идущий к концу человек, Собиравший когтибельскую гальку И осенние листья, Чтобы складывать из них сложные узоры. И под чёрным зонтиком, Бродивший по когтибельскому пляжу С маленькой, умной, Когда-то хорошенькой женой, Презиравший всех непосвящённых В её сложный антропосовский мир. Символисты были великими обольстителями И ловцами человеческих душ, И Белый раскидывал свои сети, как другие. Однажды он поймал меня И долго пересказывал теорию стиха, Изложенную в его символизме. Осип Мандельштам, смеясь, сказал ему, Что все мы на этом воспитывались, А я, в частности, его читательница. Было это, конечно, преувеличением, Но я не возражал, А потому что Белый, Которого мы считали исключительно Избалованным и окружённым Почти культовым преклонением, Вдруг обрадовался новой читательнице И просиял. Видно, и он в те годы Уже остро ощущал безлюдие и одиночество. Чувствовал себя отвергнутым И непрочтённым. Ведь судьба его читателей И друзей была очень горькой. Он только и делал, Что провожал в ссылке И встречал тех, Кто возвращался, отбыв срок. Его самого не трогали, Но вокруг вычищали всех. Надежда Мандельштам Воспоминания Памяти Андрея Белого Голубые глаза И горячая лобная кость. Мировая манила тебя молодящая злость, И за то, что тебе суждена была чудная власть, Положили тебя никогда не судить и не клясть. На тебя надевали тиару и урода колпак. Бирюзовый учитель, мучитель, Властитель, дурак, Как снежок на Москве Заводил кавардак гоголёк. Непонятен, понятен, невнятен, Запутан ли гог? Собиратель пространства, Экзамен издавший птенец, Сочинитель щеглёнок, Студентик-студент, губенец, Конькобежицы первенец, Веком гонимый взошей Под морозную пыль Образуемых вновь падежей. Часто пишется казнь, А читается правильно песня. Может быть, простота, Уязвимая смертью болезнь? Прямизна нашей речи Не только пугач для детей, Не бумажные действия, А вести спасают людей. Как стрекозы садятся, Не чуя воды в камыши, Налетели на мёртвого Жирные карандаши, На коленях держали Для славных потомков листы, Рисовали, просили прощения У каждой черты. Меж тобой и страной ледяная Рождается связь. Так лежи, молодей, И лежи, бесконечно примясь. Да не спросят тебя молодые, Грядущие, те, Каково тебе там, В пустоте, В чистоте, В сироте. 10-го, 11-го января, 1934-го, Москва. Россия некогда спасла Европейскую христианскую культуру От татар. Сейчас она спасает её От рационализма и его следствия, Воли к злу. И это стоило ей больших жертв. Могу ли я поверить, Что они были бесплодны? Надежда Мандельштейн. В Европе холодно, В Италии темно, Власть отвратительна, Как руки бродобрея. Осип Мандельштейн. У нас такие исковерканные Правовые представления, Мы так одичали И такими полубезумными глазами Смотрим на мир, Что между познавшим И ещё не познавшим сущности Не может быть никакого контакта. В тот памятный год Я уже кое-что понимал, Но ещё недостаточно. Костерянша утверждала, Что их всех совершенно Незаконно держат в ссылке. Вот она, например, К моменту ареста Уже отошла от работы В своей партии. И когда её забрали, Я являлась частным лицом. И они это знали. А я, дикарка Или одичавшая от всего, Что мне вливали в уши, Не понимала её довода. Если она сама признаёт, Что принадлежала к разбитой партии, Почему же она обижается, Что её держат в ссылке? По нашим нормам так и полагается. Так я тогда думала. Наши нормы, Как я полагала, Ужасны, жестоки, Но такова реальность. И сильная власть Не может терпеть явных, Хотя бы не действующих, Но всё же потенциально активных, Противников. Государственной пропаганде Я поддавалась очень туго, Но всё же им не успели Внушить дикарские правовые идеи. А Нарбут, например, Оказался ещё более восприимчивым Учеником нового права. С его точки зрения Нельзя было не сослать Осипа Мандельштама. Должно уже государство защищаться. Что же будет иначе, ты пойми. Я не возражала. Стоило ли спорить и объяснять, Что ненапечатанные И непрочитанные На собрании стихи Равна сильной мысли, А за мысль ссылать нельзя. Только собственное несчастье Раскрывало нам глаза И делало нас чуточку похожими на людей. Да и то не сразу. Мы некогда испугались хаоса И вдруг все сразу взмолились О сильной власти, О мощной руке, Чтобы она загнала в русло Все взбаламученные людские потоки. Этот страх, Самая, пожалуй, стойкая Из наших чувств, Мы не оправились от него и поныне. И он передаётся по наследству Каждому И старым, видевшим революцию, И молодым, который ещё ничего не знает, Кажется, что именно он Станет первой жертвой Разбушевавшейся толпы. Услыхав вечно повторяющиеся Нас первых повесят на столбе, Я вспоминаю слова Герцена Про интеллигенцию, Которая так боится народа, Что готова ходить связанной, Лишь бы с него не сняли путь. Надежда Мандельштам Воспоминаниям Дано мне тело, Что мне делать с ним, Таким единым И таким моим? За радость тихую Дышать и жить, Кого, скажите, мне благодарить? Я и садовник, Я же и цветок, В темнице мира я не одинок, На стёкла вечности уже легло, Моё дыхание, Моё тепло. Запечатлеется на нём узор, Неузнаваемый с недавних пор. Пускай мгновение стекает муть, Узора мило не зачеркнуть. 1909. Недавно человек другой судьбы, Пожилой и многоиспытавший, Активно боролся за новое, Но не у нас, И потому сохранивший чувство ответственности, За свершившееся, Признался. Раз в жизни мы захотели Осчастливить народ, И никогда себе этого не простим. Надежда Мандрештан. Ой, если проспахнуть, Да как нельзя, Скорее, На Адриатику широкое окно. Выровнять ход истории, Уничтожить ухабы на её пути, Чтобы не стало никаких неожиданностей, А всё текло гладко и планомерно. Вот чего мы хотели. И эта мечта психологически подготовила Появление мудрецов, Определяющих наши пути. А раз они есть, Мы уже больше не решались действовать Без руководства, И ждали прямых указаний и точных рецептов. Ведь лучшего рецептурного списка Ни я, ни ты, ни он составить не можем. Значит, нужно благодарить за тот, Что нам предложен сверху. Отважиться мы можем только на совет В каком-нибудь частом случае. Нельзя ли, например, Разрешить различные стили При выполнении социального заказа в искусстве? Очень хотелось бы. Слепцы, мы сами боролись за единомыслие, Потому что в каждом разногласии, Каждом особом мнении Нам снова чудились анархии И неодолимый хаос. И мы сами помогали Молчанием или одобрением Сильной власти набирать силу И защищаться от хулителей, Какой-нибудь костелянши, поэта или болтуна. Так мы жили, Культивируя свою неполноценность, Пока на собственной шкуре Не убеждались в непрочности Своего благополучия. Только на собственной шкуре, Потому что чужому опыту мы не верим. Мы действительно стали неполноценными И ответственности не подлежим. А спасают нас только чудеса. Надежда Мандельштам Только детские книги читать, Только детские думы лелеять, Все большое далеко развеять, Из глубокой печали восстать. Я от жизни смертельно устал, Ничего от нее не приемлю, Но люблю мою бедную землю От того, что иной не видал. Я качался в далеком саду, На простой деревянной качели, И высокие темные ели Вспоминаю в туманную бреду. 1908 Что за стихотворение, Что за аллогизм, Построено как попало, Полно общих мест, Банальностей И легко предсказуемых параллелей, Фрагментарно, Казалось бы, Из рук вон плохо сочинено, Но оно удивительно. У него есть свой голос и свет, Какой может быть у ангела, Гения места, Хранителя родного угла на земле, У кого из нас в разное время Не возникало схожее желание Перечесть детские книги, Остаться на век с этим Розовым флером книжного детства? Ничего большого, Никакой усталости, Только сад, Качель, Туманный бред, Только детские книги читать. Потому что с ними, Как с Мандельштамом, Всегда и везде дома, Тем более, Если держать путь От молодых еще воронежских холмов, К всечеловеческим, Яснеющим в Тоскане. В десятые годы Мы, естественно, Всюду встречались, В редакциях, У знакомых, На пятницах, В Гипербореи, То есть у Лозинского, В бродячей собаке, Где он, между прочим, Представил мне Маяковского. Как-то раз собаке, Когда все ужинали, Гремели посуды, Маяковский вздумал Читать стихи. Осип Емельевич подошел к нему И сказал, Маяковский, Перестаньте читать стихи, Вы не румынский оркестр. Это было при мне, 12-13 год. Остроумный Маяковский Не нашелся, Что ответить, О чем очень потешно Рассказывал Харджиеву В 30-е годы. В Академии стиха Общества ревнителей Художественного слова, Где царил Вячеслав Иванов, И на враждебных Этой Академии Собраниях цеха поэта, Где Мандельштам Очень скоро стал Первой скрип. Тогда же он написал Таинственное И не очень удачное Стихотворение Про черного ангела На снегу. Надя утверждает, Что оно относится ко мне. С этим черным ангелом Дело обстоит, Мне думается, Довольно сложно. Стихотворение Для тогдашнего Мандельштама Слабое и невнятное. Оно, кажется, Никогда не было напечатано. По-видимому, Это результат бесед С Шелейка, Который тогда Нечто подобное Говорил обо мне. Но Осип тогда Еще не умел Его выражение Писать стихи Женщине и о женщине. Черный ангел Вероятно первая проба И этим объясняется Его близость К моим строчкам. Черных ангелов Крылья остры, Скоро будет Последний суд И малиновые костры, Словно розы Снегу Простой. Мне эти стихи Мандельштам Никогда не читал. Известно, Что беседы с Шелейка Вдохновили его На стихотворение Египтяне. Гумылев рано И хорошо оценил Мандельштама. Они познакомились В Париже. Смотри, Конец стихотворения Осипа о Гумилеве. Там говорилось, Что Николай Степанович Был напудрен И в цилиндре. Но в Петербурге Акмейст мне ближе, Чем романтический Пьеро в Париже. Символисты Никогда его не приняли. Приезжал Осип Эмилевич В Царское. Когда он влюблялся, Что происходило Довольно часто, Я несколько раз Была его конфиденткой. Первой на моей памяти Была Анна Михайловна Зельманова-Чудовская, Красавица-художница. Она написала его портрет На синем фоне С закинутой головой 1914 На Алексеевской улице. Анне Михайловне Он стихов не писал, На что сам горько жаловался И еще не умел Писать любовные стихи. Второй была Цветаева, Которой были обращены Крымские и московские стихи. Третий Соломея Андроникова, Андреева, Теперь Гальпер, Которую Мандельштам Обессмертил в книге Тристия, Когда Соломенко Я помню эту великолепную Спальню Соломея На Васильевском острове. Анна Ахматова-Мандельштам Невыразимая печаль Открыла два огромных глаза, Цветочная проснулась ваза И выплеснула свой хрусталь. Вся комната напоена Истомой, Сладкое лекарство, Такое маленькое царство Так много поглотило сна. Немного красного вина, Немного солнечного мая И тоненький бисквит ломая Тончайших пальцев Белизна. Май 1909 Он опыт из лепета лепет, И лепет из опыта пьет Осип Мандельштам. Такова судьба. Каждый, с кем Осип Мандельштам Мог говорить, Неизбежно погибал. Надежда Мандельштам. Где больше неба мне, Там я бродить готов. Осип Мандельштам. Кто так вставил голову Мандельштаму? Он ходит как царь. Анастасия Цветает. Особенно часто я встречалась Мандельштамом в 17-18 годах, Когда жила на Выборгской У Срезневских, Боткинская, 9. Не в сумасшедшем доме, А на квартире старшего врача Вячеслава Вячеславовича Срезневского, Мужа моей подруги Валерии Сергеевны. Мандельштам часто заходил за мной, И мы ездили на извозчики Под невероятным ухабом Революционной зимы. Среди знаменитых костров, Которые горели чуть ли не до мая, Слушая неизвестно откуда Несущуюся ружейную трескотню. Так мы ездили на выступления В Академию художеств, Где происходили вечера В пользу раненых, И где мы оба Несколько раз выступали. Был со мной Осип Эмилиевич И на концерте Бутома Названовой В консерватории. Я напела Шуберта. Смотри, нам пели Шуберта. К этому времени Относятся все Обращенные ко мне стихи. Я не искал в цветущие мгновения Декабрь 17-го года. Кроме того, Ко мне в разное время Обращены четыре четверостишие. Вы хотите быть игрушечной? 11-й год. Черты лица искажены? 10-е годы. Привыкают к пчеловоду пчелы? 30-е годы. Знакомство нашего на склоне? 30-е годы. Ко мне относится странная Часть избывшееся предсказание. Когда-нибудь в столице шалой? Когда-нибудь в столице шалой На диком празднике у берега Невы? Под звуки омерзительного балла Сорвут платок с прекрасной головы. А следующее, Что поют часы кузнечики, Это мы вместе топили печку. У меня жар, Я меряю температуру. Лихорадка шелестит И шуршит сухая печка. Это красный шелк горит. После некоторых колебаний Решаюсь вспомнить в этих записках, Что мне пришлось объяснить Осипу, Что нам не следует так часто встречаться, Что может дать людям материал Для превратного толкования Характера наших отношений. После этого, примерно в марте, Мандельштам исчез. Тогда все исчезали и появлялись, И никто этому не удивлялся. Римских ночей полновесные слитки, Юношу геты, манившие лоно, Пусть я в ответе, но не в убытке, Есть многодонная жизнь вне закона. Июнь 1935-го Воронеж Народу нужен стих Таинственно родной, Чтоб от него он вечно просыпался. Осип Мандельштам Нет, он не контрреволюционер И не антисоветчик. Тут дикторы-указчики небесного царства И многодонная жизнь вне закона. Тут мало сказать списанным, Тут чистописание под диктовку Самых грозных и нетерпеливых дикторов. Диктор-указчик гораздо важнее Так называемого поэта. Осип Мандельштам Разговор о Данте У Ахматовой и Осипа Мандельштама Была поразительная способность, Читая поэтов, как бы вычеркивать Разделяющее их время и пространство. Такое чтение по природе своей Анахроничное, И они вступали с автором В личные отношения. Оно равносильно общению и разговору, Но не только с современниками, Но и с теми, кто давно ушел. Такую же способность Осип Мандельштам Заподозрил у Данта, Когда обнаружил, Как тот встречается в аду Со своими любимыми античными поэтами. Надежда Мандельштам Воспоминание Адмиралтейство В столице северной томится пыльный тополь, Запутался в листве прозрачный циферблат, И в темной зелени фрегат или акрополь Сияет издали воде и небу, брат. Ладья воздушная и мачта не дотрога, Служа линейкою преемником Петра, Он учит, красота не прихоть фолубога, А хищный глазомер простого старера. Нам четырех стихий приязни на господство, Но создал пятую свободный человек. Не отрицает ли пространство превосходство Сей целомудренно построенный ковчег. Сердито лепятся капризные медузы, Как плуги брошены ржавеют якоря, И вот разорваны трех измерений узы, И открываются вселирные моря. Май 1913 Революция – ключи к преодолению прошлого, Освобождению будущего, Две возможности, Равно реализуемые в неизбежности настоящим. Но есть иная возможность. Не отводя глаза смотреть в лицо времени, Зная, есть, существует, Самостояние человека и все достоинство его, Для этого требуется неравное времени мужества. Воздушно-каменный театр времен растущих Встал на ноги. И все хотят увидеть всех Рожденных, гибельных и смерти неимущих. Да, я слышал с живостью настороженного далекой молотилкой В поле слуха, как набухает и тяжелеет не ячмень в колосьях, Не северное яблоко, а мир, капиталистический мир, Набухает, чтобы упасть. Внутри горы бездействует кумир в покоях бережных, Безбрежных и счастливых. А с шеи каплет ожерель и жир, Оберегая сна, приливы и отливы. Когда он мальчик был и с ним играл павлин, Его индийской радугой кормили, Давали молока из розоватых глин И не жалели кошенили. Кость усыпленная завязана узлом, Очеловечены колени, руки, плечи, Он улыбается своим тишайшим ртом, Он мыслит костью и чувствует челом, И вспомнит силица свой облик человечий. 10.26.1936 Мне попалась раз книжечка О вымерших птицах. Я вдруг поняла, что все мои друзья и знакомые Ничто иное, как вымирающие пернатые. Я показала Осипу Мандельштаму парочку Уже несуществующих попугая. И он сразу догадался, что это мы с ним. Книжку эту, потаскав с собой, я потеряла, Но эта аналогия успела открыть мне глаза на многое. Единственное, чего я тогда не знала, Это то, что вымершие птицы необычайно живучие, А живое воронье ни на какую жизнь не способна. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Гееротический, то есть священный характер поэзии, Обусловлен убежденностью, что человек тверже всего остального в мире. И он в юности хохотун, в зрелости наивный, Детски доерчивый, непрактичный, Служил поэзией, будучи тверже всего остального И всех остальных. Дорчунов, бунтарей, горланов, главарей, Иных, кому силы казалось не занимать. Когда бы грек увидел наши игры? В Москве Мандельштама никто не хотел знать. И кроме двух-трех молодых ученых-естественников, Осип Эмильевич ни с кем не дружил. Знакомство с белым было как тибельского происхождения. Пастернак как-то мялся, уклонялся, Любил только грузин и их красавец-жен. Союзное начальство вело себя подозрительно и сдерживало. Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил воспетую им квартиру, Две комнаты, пятый этаж без лифта, Газовой плиты и ванны еще не было. В Нащокинском переулке квартира тиха, как бумага, И бродячая жизнь как будто бы кончилась. У Осипа завелись книги, Главным образом старинные издания итальянских поэтов, Данте, Петрарко. На самом деле ничего не кончилось. Все время надо было куда-то звонить, Чего-то ждать, на что-то надеяться. И никогда из всего этого ничего не выходило. Осип Эмильевич был врагом стихотворных переводов. Он при мне на Нащокинском говорил Пастернаку, Ваше полное собрание сочинений Будет состоять из 12 томов переводов И одного тома ваших собственных стихотворений. Мандельштам знал, что в переводах утекает творческая энергия, И заставить его переводить было почти невозможно. Кругом завелось много людей, Часто довольно мутных и почти всегда ненужных. Несмотря на то, что время было сравнительно вегетарианское, Тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистинке в феврале 34-го. О чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар. Иосиф сказал, Анна Ахматова. За то, что я предал соленые нежные губы, Я должен рассвета в дремучем Акрополе ждать, Как я ненавижу пахучие древние срубы. Ахейские мужи во тьме снаряжают коня, Зубчатыми пилами в стены вгрызаются крепко. Никак не уляжется крови сухая возня, И нет для тебя ни названия, ни звука, ни слепка. Как мог я подумать, что ты возвратишься? Как смел! Зачем преждевременно я от тебя оторвался? Еще не рассеялся мрак, а петух не пропел, Еще в древесину горячий топор не врезался. Прозрачной слезой на стенах проступила смола, И чувствует город свои деревянные ребра, Но хлынула к лестницам кровь, И на приступ пошла, И трижды приснился мужьям соблазнительный образ. Где, милая Троя, где царский, где девичий дом, Он будет разрушен, высокий прямо в скворечник, И падают стрелы сухим деревянным дождем, И стрелы другие растут на земле, как орешник. Последней звезды безболезненно гаснет укол, И серою ласточкой утром окно постучится, И медленный день, как в соломе проснувшийся вол, На стогнах, шершавых от долгого сна, шевелится. Ноябрь 1920-го Революция – сама и жизнь, и смерть, И терпеть не может, когда при ней судачат о жизни и смерти. У нее пересохшее от жажды горло, Но она не примет ни одной капли влаги из чужих рук. Природа – революция, вечная жажда, воспаленность, Быть может, она завидует векам, Которые по-домашнему смиренно утоляли свою жажду, Отправляясь на овечье водополе. Для революции характерна эта боязнь, Этот страх получить что-нибудь из чужих рук. Она не смеет, Она боится подойти к источникам бытия. Осип Мандельштан, шум времени. У меня создалось впечатление, Будто для него смерть не конец, А как бы оправдание жизни. Надежда Мандельштан. «Пою, когда гортань сыра, Душа суха, И в неру влажен взор И нехитрит сознание». Осип Мандельштан. После ареста Осипа Мандельштама Я приехала в пятистенный дом На окраине Калинина, За оставленной там корзинкой с рукописи. Хозяева, узнав об аресте Осипа Мандельштама, Так расстроились, Что я не выдержала и заплакала. Неулыбчивая Татьяна Васильевна, Обняла меня и сказала, «Не плачь, как святые будут». А хозяин добавил, «Твой муж никому зла сделать не мог, Последнее дело, если таких берут». И оба они решили рассказать про это своим сыновьям, Чтобы те знали, кому служат и чему поклоняются. «Только слушать они нас не станут», Вдруг вздохнул хозяин. Сыновья Татьяны Васильевны были сталинскими соколами, Добродетельными зотовами, Которых так точно описал Солженицын. Им действительно ничего рассказывать не стоило. В них изживались идеи, которые правят миром. Сейчас, в середине шестидесятых годов, Это те отцы, которые направо и налево Жалуются на своих детей, Внуков Татьяны Васильевны. Внуки смыкаются с дедами, Отказываясь от отцов. Надежда Мандельштадт Заблудился я в небе, Что делать? Тот, кому оно близко, Ответь, Легче было вам, Дантовых, Девять, Атлетических дисков, Звенень. Не разнять меня с жизнью, Ей снится убивать, И сейчас же ласкать, Чтобы в уши, в глаза и в глазницы Флорентийская била тоска. Не кладите же мне, Не кладите остроласковый лавр на виски, Лучше сердце мое раскалите, Выноси невозвоном куски. И когда я усну, Отслуживший Всех живущих прижизненный друг, Он раздастся и шире, и выше, Отклик неба во всю мою грудь. 9.19.19.1937 После гибели мужа Надежда Яковлевна находилась в бегах. От ареста ее спасла только постоянная перемена мест. Свою жизнь она посвятила сохранению поэтического наследия Осипа Эмильевича, Переписывая и отдавая на хранение рукописи, Заучивая наизусть его прозу стихи. Благодаря ее усилиям, Многие считавшиеся утерянными сочинения, Были обретены вновь и стали доступны читателю в потомстве, Провиденциальному собеседнику, Тому, на кого уповал Осип Мандельштам. Быть может, мы Айя София С бесчисленным множеством глаз. Неясно только одно. Стихи Осипа Мандельштама Опередили свое время. К моменту их появления почва еще не созрела, Идея не была изжита. Еще вербовались сторонники режима И слышались искренние голоса адептов, Веревших, что будущее за ними И тысячелетнему царству не будет конца. Остальные, численно их было, может, даже больше, чем адептов, Тоже перешептывались и вздыхали. Никто не слышал их голосов, Потому что в них не нуждались. Строчка «Наши речи за десять шагов не слышны» Точно передает ситуацию тех лет. Ведь эти речи считались не новым, А старым, отжившим, прошлым, Которого уже не вернешь. Адепты верили не только в свое будущее торжество, Но и в то, что они несут счастье всему человечеству. И в их мировоззрении были своеобразная целостность, И органичность, Которые представляли собой величайший соблазн. Уже предыдущая эпоха жаждала этой цельности, Возможности из одной идеи Вывести все объяснения для мира вещей и людей, И привести все в гармонию одним единственным усилием. Вот почему люди так охотно ослепляли себя И шли за вожаком, Запрещая себе сравнивать теорию с практикой И взвешивать последствия своих поступков. Вот почему происходила планомерная потеря чувства реальности. А ведь найти первоначальную теоретическую ошибку можно было, Только вновь обретя это чувство. Пройдет еще немало времени до того дня, Когда мы сосчитаем, Чего нам стоила эта теоретическая ошибка, И проверим, Действительно ли десяти небес нам стоила земля. Заплатив небесами, Действительно ли мы обрели землю. Надежда Мандельштам Воспоминания Это область в темноводье, Хлябе хлеба, Гроз ведро, Не дворянское угодье, Океанское ядро. Я люблю ее рисунок, Он на Африку похож, Дайте свет, Прозрачных лунок на фанере не сочтешь. Анна, Россош и Гремячья, Я отвержу их имена, Белизна снегов гагачья Из вагонного окна. Я окружил в полях совхозных, Полон воздуха был рот, Сон с подсолнечника Грозных прямо в очи оборот. Въехал ночью в рукавичный, Снегом пышущий тамбов, Видел цны реки обычной, Белый-белый-бел покров. Трудодень земли знакома, Я запомнил навсегда, Воробьевского райкома Не забуду никогда. Где я? Что со мной дурного? С тем беззимняя гола, Это мачеха Кольцова, Шутишь? Родина щегла. Только города немого В гололедицу обзор, Только чайника ночного Сам с собой разговор, В гуще воздуха степного Перекличка поездов, Да украинская мова Их растянутых гудков. 23.27 декабря 1936 Воронеж Надежда Яковлевна Мандельштам Умерла в ночь на 29 декабря 1980 года В однокомнатной квартире в Москве. Отпевание прошло по православному обряду. Двухтомник ее воспоминаний Иосиф Бродский приравнял Судному дню на земле для ее века И для литературы ее века. Десятилетиями Эта женщина находилась в бегах, Петляя по захолустным городишкам Великой империи, Устраиваясь на новом месте Лишь для того, чтобы сняться При первом же сигнале опасности. Статус несуществующей личности Постепенно стал ее второй натурой. Она была небольшого роста, Худая, с годами она усыхала И съеживалась больше и больше, Словно в попытке превратить себя Внешне невесомое, Что можно быстренько сложить И сунуть в карман На случай бегства. Также не имела она никакого имущества. Книги, даже заграничные, Никогда не задерживались С нее надолго, Прочитав или просмотрев, Она тут же отдавала их кому-нибудь, Как собственно и следует Поступать с книгами. В годы ее наивысшего благополучия В конце 60-х, начале 70-х, В ее однокомнатной квартире На окраине Москвы Самым дорогостоящим предметом Были часы с кукушкой На кухонной стене. Вора бы здесь постигла Разочарование, Как, впрочем, и тех, Кто мог явиться с ордером на обыск. В те благополучные годы, Последовавшие за публикацией На западе двух томов ее воспоминаний, Эта кухня стала поистине Местом паломничества. Почти каждый вечер Лучшая из того, Что выжила или появилась После сталинский период, Собиралась вокруг Длинного деревянного стола Раз в десять побольше, Чем пусковская тумбочка. Могло показаться, Что она стремится Наверстать десятилетие отверженности. Я, впрочем, сомневаюсь, Что она этого хотела И как-то лучше помню Ее в псковской комнатушке Или примастившейся на краю дивана В ленинградской квартире Ахмат Которой она иногда Украдкой наезжала Из Пскова Или возникающей Из глубины коридора Ушкловских в Москве Там она ютилась, Пока не обзавелась Собственным жильем. Вероятно, я помню это яснее Еще и потому, Что там она была Больше в своей стихии Очепенко, беженка, Нищенка, подруга, Как называл ее В одном стихотворении Мандельштам И чем она в сущности И осталась до конца жизни. Есть нечто ошеломляющее В мысли о том, Что она сочинила Оба свои тома Шестидесяти лет от роду. В семье Мандельштама Писателем был Осип, а не она. Если она и сочиняла Что-либо до этих двух томов, То это были письма друзьям Или заявления Верховной суды. Не приложим к ней И традиционный образ мемуариста, На покое, Обозревающего долгую, Богатую событиями жизнь. Ибо ее шестьдесят пять лет Были не вполне обычны. Недаром в советской карательной системе Есть параграф, Предписывающий В лагерях определенного режима Зачитывать один год за три. По этому счету Немало русских В этом столетии Сравнимых с библейскими патриархами. С коими у Мандельштам Было и еще кое-что общее Потребность справедливости. Иосиф Бродский Надежда Мандельштам Некролог Вооруженный зреньем Узких ос, Сосущих ось земную, Ось земную, Я чую все, С чем свидеться пришлось, И вспоминаю наизусть, И всую, И не рисую я, И не пою, И не вожу смычком черноголосым, Я только в жизнь впиваюсь И люблю завидовать Могучим, хитрым осам. О, если бы меня когда-нибудь могло Заставить сон и смерть минуя, Скрикало воздуха и летнее тепло Услышать ось земную, Ось земную. 8 февраля 1937. Но что сделали для нее Эти источники бытия, Куда как равнодушно Текли их круглые волны, Для себя они текли, Для себя соединялись в потоке, Для себя закипали в ключ, Для меня, для меня, Для меня, говорит революция, Сам по себе, сам по себе, Сам по себе отвечает мир. Осип Мандельштан. Шум времени. Если ей и не доставало чего-то, Так это терпимости. В этом отношении Она была совсем не похожа На своих двух поэтов. Но при них было их искусство. И само качество их достижений Приносило им достаточное удовлетворение, Чтобы быть или казаться смиренными. Она была чрезвычайно предвзятой, Категоричной, придирчивой, Непримиримой, нетерпимой. Нередко ее идеи были недоработанными Или основывались на слухах. Короче говоря, характера у нее хватало, Что и неудивительно, Если принять во внимание, С какими фигурами она сводила счеты В реальной жизни, А позднее воображение. В конце концов, Ее нетерпимость оттолкнула многих. Что воспринималось ее как норма, Поскольку она устала от поклонения, От восторгов людей, Вроде Роберта Макнамары Или Билли Фишера, Подлинное имя полковника Рудольфа Абель. Единственное, чего она хотела, Это умереть в своей постели. В некотором роде ей даже хотелось умереть, Потому что там я опять буду соседом. Нет, Как-то сказала ей на это Ахматова, На этот раз с ним буду я. Иосиф Бродский, Надежда Мандельштам, Микролог. Нежнее нежного лицо твое, Белее белого твоя рука, От мира целого ты далека, И все твое от неизбежного. От неизбежного твоя печаль, И пальцы рук неостывающих, И тихий звук неунывающих речей, И даль твоих очей. 1909.